Едва горожане привыкли к прежней стоимости проезда в общественном транспорте в 28 рублей, перевозчики снова заговорили о повышении цены и теперь прокатиться по Барнаулу стоит уже 30 рублей. Такой же тариф и в пригороде. Немного повезло жителям Новоалтайска, цена поездки в соседний Барнаул останется прежней 50 рублей с человека. А вот тем, кто путешествует на дальние расстояния и на поезде, придется потесниться, но это только с 1 сентября. Так пассажиры с нижних полок должны уступить места попутчикам сверху на 30 минут для завтрака и ужина и час для обеда. Не очень хорошая новость для пользователей госуслуг. Скидка в 30%, которая автоматически предоставлялась гражданам при уплате госпошлин на портале, теперь не работает. Больше станут платить родители, чьи дети посещают детсады. Максимальный размер платы вырастет на 35% за пребывание в дошкольных учреждениях. Так сумма увеличится до 2700 рублей. Это значит, что муниципалитеты смогут провести индексацию в пределах установленной суммы. Малоимущие семьи будут получать единое детское пособие. Выплаты составят от половины до полной суммы прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты зависит от нуждаемости семьи. Выплаты будет производить Социальный фонд России, который также начал свою работу с нового года. Подать заявление на получение пособия можно через госуслуги. С 1 января больше чем на 6% вырастет минимальный размер оплаты труда. Так федеральным род составит 16242 рубля. Больше станут получать медработники. Врачей первичного звена ждет надбавка в 14,5 тысяч рублей. Врачей скорой помощи 11,5 тысяч. На 7 тысяч вырастет доход фельдшеров и медсестер скорой помощи и на 4 тысячи рублей младшего персонала ЦРБ первичного звена. Почти на 5% выросли страховые пенсии для неработающих пенсионеров. Так, средний размер пенсии после индексации может достигать почти 22 тысяч рублей. Анна Рашагирова, День с толком.